Вот она, фантастическая четвёрка. Александр, Василий, Артём и самый юный Роман. 18 октября в селе Круглолеском сгорелась сухая трава. До приезда спасателей мальчики вместе сдерживали огонь, не давая ему подобраться к домам. С гордостью о сыновьях рассказывает мама Анна Ревякина. Дети увидели, не испугались, побежали, начали тушить. Я ими горжусь. Отличились в этом году и пожарные. Более 45 тысяч выездов и более 200 вызовов. А лучшим из лучших вручили награды. Мы работали в том же самом режиме, в том же коллективе, который у нас сложился уже в аварийно-спасательной группе города Невиномыска. Очень много было работ проделано с коллегами из других аварийно-спасательных служб и групп. Под водой, на земле или в горах Ставрополя спасатели приходили на помощь всем. В основном наша работа заключается в ДТП, ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, так как у нас проходит федеральная трасса рядом. Конечно же, очень много прудов. Это выезды на утопленников, к сожалению, на спасение людей на воде. Успели обсудить и планы на будущий год. Также поставили на данном совещании задачи перед учреждением на 2024 год. Главной план – это развитие пожарной службы Ставропольского, аварийно-спасательной службы Ставропольского края. Конечно, развитие. Благодаря правительству края, Думе Ставропольского края у нас все получается. И в этом году по сравнению с прошлым годом количество спасенных увеличилось в 8 раз. А желают безопасных праздников Анаит Данилян и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.